доброе утро всем давайте проверим звук как меня слышно вроде бы видно вроде бы слышно напишите кому как слышно светит солнце поэтому не очень как я дублирую здесь еще в инстаграме здесь кто в инстаграме смотрит звук хороший напишите мне доброе утро страна арифлейм сегодня моя очередь поделиться с вами своими мыслями я не буду долго задерживать у меня есть 30 минут я надеюсь я успею и сегодня хочу больше говорить с вами о психологии о настрое больше чем и каких-то более конкретных фишках говорить будем о том как вообще расти во время кризиса возможно ли это слайды у вас переворачивается я это знаю не просто в теории я пришла в компанию в 2013 году все вы знаете кто в украине живет что у нас было в тринадцатом четырнадцатом году и мой рост самый активный самый бурный пришелся как раз на тринадцатый и четырнадцатый год то есть первые свои звания я сделала именно в этот период когда кто-то решил что в стране кризис это невозможно доллар когда я пришла в компанию доллар был на тот момент 8 до прихода в арифлейм за 13-14 год все вы знаете доллар с 8 вырос сначала до 10 потом до 12 потом до 16 и был период когда даже доллар был 32 все помнят это время и можно было подумать тогда что в такой период когда доллар сумасшедший вырос а зарплаты остались прежними когда все товары выросли в цене а зарплаты почти не изменились просто обесценились что никакого роста в этот период быть не может но я об этом не знала что это невозможно когда я пришла в компанию я начала просто с чистого листа без какого-либо опыта без особых знаний у меня просто было огромное огромное желание изменить свою жизнь причем я пришла в компанию чуть чуть раньше чем начался этот кризис и потом я поняла что я сделала правильный выбор потому что то что я имела до этого меня настолько уже настолько это все мне надоело я поняла что нужно что-то делать нужно что-то в своей жизни менять и сейчас самое время людям которые еще раньше нас не слышали которые раньше рассчитывали на свою наемную работу стабильную работу на которой они хорошие получали зарплату возможно это смотря как на это посмотреть сейчас они в этом разочаровались и понимают что то вообще во что они верили на сегодняшний день не работает и те кто раньше отмахивался вообще от сетевого бизнеса и говорил что это не для меня это не мое это все бред знаете как ну люди разные говорят сейчас они посмотрят на наше предложение чуть чуть по другому потому что у них особо нет выбора и если взять нас лидеров консультантов менеджеров которые уже сейчас есть в компании то в связи с кризисом мы разделимся на два варианта одни подумают что так как кризис все плохо у людей денег нет у меня ничего не получится я даже не буду продолжать и будет вторая категория людей которая подумает что а что делать почему я должен сдаться если я сейчас опущу руки если сейчас сдамся что изменится на сегодняшний день даже нет тех возможностей которые были еще два месяца назад у людей нет возможности устроиться на другую работу если предыдущая не нравилось у них есть возможность только в тех условиях которые сейчас есть что-то менять и если вы сейчас здесь тем более на вебинаре если вы уже в компании вам нужно просто принять решение у вас будет все плохо и у вас ничего не получится или у вас будет все хорошо вы включите турборежим вы не будете обращать внимание на ситуацию в стране потому что от того что вы будете об этом думать и на этом концентрироваться ничего не изменится лучше не станет поэтому вы можете взять выбрать второй вариант и просто включить турборежим просто делать больше чем мы делали раньше возможно кому-то придется перестроиться делать это по-другому кто раньше работал не в онлайн кто работал в офлайн для меня например вообще ничего не изменилось потому что вся моя структура и я в том числе мы работаем только онлайн мы сейчас только включаем турборежим и будем работать еще больше еще быстрее потому что сейчас наша задача охватить тех людей которые вчера были на работе а сегодня остались у разбитого корыта и конечно для хорошего того же рекрутинга вам нужно быть в хорошем настроении и я об этом чуть дальше еще поговорю первое что я вам рекомендую если вы еще этого не сделали прочитать книгу подсознание может все кто из вас читал поставьте плюсик кто не читал поставьте минус есть такие кто читал кто нет я честно скажу я эту книгу читала перед тем как я открывала звание сапфировый директор до уровня старший золотой мне не нужны были книги я не помню читала ли я вообще книги я не помню что я там чему я обучалась что я делал что не делал я только рекрутировала круглосуточно 24 на 7 до старшего золотого я рекрутировала круглосуточно потому что я понимала что что я ничего не знаю от того что я сейчас буду сильно там много учиться разбираться сейчас мне это не поможет мне нужно рекрутировать то что рекомендую я и вам дальше я немножко дам своих советов что я рекомендую делать сейчас и в принципе не только сейчас нужно сконцентрироваться на том что принесет вам результат так вот книга подсознание может все она мне перед званием сапфировый директор вообще так мини история потому что я думаю здесь наверное есть те кто меня не знает я вообще по образованию швея закручу до Арифлейм 10 лет я сшила одежду на заказ я сшила я работала на фабрике я работала в ателье я работала на дому потому что за эти 10 лет у меня было два декрета я мы очень рано с мужем стали родителями в 19 лет почти в 20 у нас родился первый ребенок и вторая дочка у нас родилась когда мне было 24 года и в 25 лет я поняла что у меня есть дети у меня есть семья а что с ними дальше делать я не знаю на тот момент я шила и будучи в декретах я сидела шила дома выходя из декретов я шила в разных местах я попробовала себя и на индивидуальном пошиве и на массовом пошиве и я постоянно понимала что да у меня есть работа да я что-то делаю но мне это не нравится я хочу что-то поменять и это не было моим призванием просто так сложились обстоятельства что я пошла в эту сферу и когда я пришла в Арифлейм опять же кто меня не знает я не общительный человек почему я пришла в онлайн меня приглашали в оффлайн тоже в оффлайн я не пошла никогда бы потому что живые встречи живое общение это не для меня я люблю больше одиночество чем шумные компании я люблю дистанционное общение больше чем живое поэтому он и когда я пришла в Арифлейм я поняла что если здесь можно работать онлайн мне это очень подходит и я просто все свои усилия я поняла что все зависит от вырастет у меня команда и я просто все свои усилия все свое время отдала именно на рекрутинг уже будучи старшим золотым директором тогда только я начала рассмотреть по сторонам и думать что же там делать дальше и когда я пришла в Арифлейм моя цель была золотой директор когда я пришла в Арифлейм доллар был восемь и я думала что если буду зарабатывать тысячу долларов восемь тысяч на тот момент все мне больше не надо я как бы у меня не было никаких там высоких амбиций я не планировала быть бриллиантовым директором что случилось иногда мне кажется случайно я не планировала идти дальше я думала золотой директор все мне хватит и на этом закончим я буду что-то там делать но моя цель была золотой директор и за два года получилось даже за год и восемь месяцев я открыла звание старший золотой директор то есть все звания до этого все звания у меня благополучно всегда закрывались через восемь каталогов без каких-либо проблем слава богу команда просто спасибо ей за это и став старшим золотым я даже перевыполнила свой план который я себе ставила изначально и потом у меня было полтора года у меня был такой психологический застой и если кто-то думает что у лидеров у них всегда там идет хороший рост они всегда растут они там от них не уходят люди они не падают они там всегда в хорошем настроении это все неправда у меня рассыпались 22 процентные ветки у меня уходили люди из холодного рынка которые приходили из теплого рынка и старшие менеджеры теплого рынка это было поначалу это было очень тяжело пережить но я понимала что они уходят но я-то остаюсь и что-то мне нужно делать дальше потому что они пошли жить другой жизнью но у меня осталось это та которая мне нравится и я стала тогда уже после когда уже стала старшим золотым я стала уже думать копаться в себе разбираться почему у меня застой я в принципе понимала почему застой потому что я стала зарабатывать больше чем я хотела и мне было хорошо это была такая зона комфорта из которой дальше двигаться мне не хотелось но спасибо компании спасибо ее конференциям когда объявили золотую конференцию на 2017 год на круизном лайнере по трем странам я думаю вы все знаете об этой конференции мне нужно было открыть звание сапфировый директор и я вот как раз дальше буду об этом говорить на следующем у меня слайде еще дальше ну ладно вы пока прочитайте что у меня здесь написано и я понимала что я очень хочу на круизный лайнер я понимала что в ближайшее время сама я себе это не организую опять же потому что я не особо люблю большое скопление людей но если это делает компания я готова к этому подстроиться но сама я бы точно не решилась я бы это оттягивала и я так загорелась этим что я начала доставать себе эту энергию то есть если до того момента мне уже было хорошо я уже не двигаю я что-то делала но это было больше имитация бурных действий чем сами действия и я тогда поняла что мне что попасть на лайнер мне нужно открыть сапфирового директора и я вам честно скажу я не знаю откуда но энергия взялась она сама появилась потому что когда у вас есть цель когда вы знаете зачем вам это нужно энергия появляется если вы не всей душой хотите чего-то добиться какой-то цель вроде бы вы хотите ну так вроде хочу но особо напрягаться ради этого не хочу у вас и не получится потому что если это истинная ваша цель если действительно вы этого очень сильно хотите вам не нужно как-то себя бодрить вам не нужно смотреть даже мотивационные какие-то видео вам не нужно чтобы кто-то вас пинал вам не нужно как-то себя вытягивать из состояния из зоны комфорта вы просто у вас включается внутри турбо режим и вы готовы делать все для того чтобы добиться того результата который вы хотите и сейчас на слайде да вот пару моих таких выводов на данный момент что на данный момент у людей нет особо вариантов где им работать многие остались без работы я думаю здесь из вас есть те кто работал по найму и сейчас остался без работы есть такие напишите если есть и что людям остается делать либо жить как-то неизвестно сколько времени пока это все закончится но речь идет даже не о том чтобы как-то там хорошо жить речь идет о выживании потому что если люди остались без работы а я знаю что многих не просто отправили там в отпуск за свой счет не просто отправили в отпуск оплачиваемый таких наверное вообще нет а многих уволили и люди остались вообще без ничего и найти сейчас работы нереально потому что нет вообще никаких вариантов и много-много фирм и сетевых компаний потерпят крах после окончания карантина и людям не чем будет заниматься некуда будет выходить на работу потому что кто-то обанкротится кто-то просто не выдержит этого и как бы нам не хотелось быть оптимистами но это правда но у нас с вами это не наша ситуация потому что благодаря тому что у нас есть эрифлейм у нас есть возможность не сойти с ума и найти куда себя применить потому что наша компания востребована в любой кризис в любой период жизни потому что мы продаем не швабры тряпки там или какие-то пылесосы а у нас продукция которая пользуется спросом всегда тем более сейчас когда и так были онлайн покупки актуальны а сейчас когда рекомендуют сидеть дома не выходить на улицу то делать заказы в эрифлейм еще и доставляет больше удовольствия ты не ходишь никуда в магазины не трогаешь там продукцию не выбираешь это для тех кто еще не перестроился на онлайн заказы ну для людей которые еще не в эрифлейм и сейчас люди будут более открыты к предложениям потому что они находятся дома они не знают что им делать у них безвыходные ситуации потому что нет вариантов поэтому наше предложение сейчас будет более актуально если мы возьмем разные сетевые компании их на самом деле очень много есть сетевые компании которые потерпят крах из-за этого карантина и лидеры которые в них работают люди которые в них работают не смогут потому что есть компании которые не могут перейти в онлайн да может как-то они могут но у них допустим там специфика работы подвязана под оффлайн и сейчас нет им возможности работать так как они работали либо еще лучше поэтому у нас с вами слава богу ничего не поменялось и мы с вами в лучшей компании пару маленьких советов от меня во-первых абстрагируйтесь я вам так скажу я когда зарегистрировалась в Reflame до этого у меня телевизор дома работал круглосуточно я смотрела передачи когда была дома там или когда я оставалась дома я смотрела всякие ток-шоу я смотрела сериалы в общем телевизор просто работал круглосуточно и вот все что заходило в голову то что там шло то в голову и попадало соответственно даже если ты телевизор не смотришь но он работает на фоне та информация которую там показывают все равно оседает у тебя в голове с момента когда я пришла в Reflame 7 лет я не смотрю телевизор вообще у меня есть дома один маленький телевизор на котором работает только YouTube и там дети смотрят иногда то что им интересно то есть в мою голову не заходит то что мне не нужно и я вам скажу тогда когда 13-14 году был кризис просто это был такой информационный шум везде куда не идешь везде об этом говорили но вы сами знаете как это было я не смотрела телевизор я не читала новости и вы знаете я как-то выжила не зная ничего о том что происходило и за это время сделала 4 звания потому что я не не позволяла в свою голову попадать ненужной информации от того что мы будем знать что сейчас происходит да мы должны знать общую информацию мы должны соблюдать меры безопасности мы должны максимально оставаться дома и я не взяла здесь под рукой ходить в масках масок не хватает в аптеках я сама хотела купить я не успела потому что я не думала что так все это серьезно будет я себе дома для своей семьи мы пошили маски на дому не ходите лишний раз на улицу не встречайтесь лишний раз с людьми перенесите все возможные встречи на звонок по телефону на общение через мессенджеры и обрабатывайте руки обычные рекомендации и абстрагируйтесь от этой информации да мы знаем что есть такая проблема но от того что мы будем думать от того что мы будем вникать от того что мы будем это обсуждать мы этим ничем не поможем лучше сконцентрироваться в это время на том что что поможет вам выжить сейчас и позже что вам даст результат не накручивайте себя потому что мы особенно женщины мы это умеем очень легко с трех слов раздуть целую проблему я тоже так умею поэтому я себя просто вовремя останавливаю сконцентрируйтесь на действиях что от того что мы будем мусолить эту тему ничего не будет лучше не станет может стать хуже поэтому зачем на этом концентрироваться сконцентрируйтесь на рекрутировании и если раньше в этом рекрутировали возможно какими-то другими способами на что-то другое причем нужно было там оффлайн встречи то ну сейчас нет такой возможности это самое время перестроиться тем кто еще не перестроился на онлайн и рекрутировать онлайн и приглашать на бизнес приглашать возможно на продукт да вы не сможете там дать человеку там попробовать сделать ему мастер-класс там еще что-то но есть другие варианты слава богу в нашей компании есть другие варианты можно просто перестроиться на другие методы хотя бы на то время пока нет других вариантов и вы можете здесь создать себя сами не ваш спонсор не ваша команда все зависит будет от вас и действительно выживут те люди которые примет для себя решение что они сильные которые не будут поддаваться панике которые не будут погружаться в эту ситуацию в эту проблему с коронавирусом со всем остальным и я не медик например я не понимаю всех этих нюансов я только понимаю что от меня зависит что я сижу дома моя семья сидит дома мы стараемся вообще ну по минимуму выходить только по важным каким-то делам мои дети сходят с ума потому что они неделю не выходили из дома я говорю хочешь выйти открою окно проветри и подыши свежим воздухом потому что все что я могу сделать для своей семьи это ограничить контакты сидеть дома и не накручивать себя и в бизнесе нашем не нужно усложнять и что мне нравится вообще в нашей компании то что здесь не важно какой ты какие у тебя таланты какое у тебя образование ты можешь просто быть собой найти свои лучшие стороны и с этим построить бизнес если проанализировать меня я себя всегда анализирую смотрите у меня нет высшего образования у меня нет экономического образования мало что в этом понимаю у меня нет какого-то там бизнес какое-то образование не знаю каких-то бизнес школ у меня есть образование швейного училища и у меня было очень много энергии чтобы двигаться дальше потому что я просто не хотела жить как раньше у меня нету таланта особого общения с людьми и желания встречи оффлайн но я умею чувствовать людей даже через сообщение я очень мало общаюсь по телефону не только в бизнесе а и вообще в принципе я сейчас стараюсь психологии психологии я читаю литературу психологическую потому что я понимаю что общение с людьми если ты хоть чуть-чуть разбираешься в психологии это очень помогает ты тогда можешь найти подход к человеку лучше чем чем раньше и наша самая главная задача это уметь находить контакты с людьми те у кого это получается лучше тем проще те у кого сложнее конечно тем сложнее и я рекомендую и своим всегда рекомендую что нужно меньше учиться больше делать от того что вы круглосуточно сидите в чатах от того что вы круглосуточно смотрите разные видео и по продукции и то и вот это и фильм какой-то и еще что-то ваш бизнес от этого не растет ваш бизнес растет только если вы рекрутируете и работаете с командой я сейчас конечно там уже говорила вам читаю литературу потому что чем больше команда чем выше твой статус тем лучше тебе нужно вообще разбираться в людях но на начальном этапе это не обязательно на начальном этапе чтобы рекрутировать понятно что нужно что-то уметь и знать но не нужно впадать в крайности есть люди которые вообще ничего не смотрят ничего не знают а есть люди которые слишком перегибают палку например если вы рекрутируете на бизнес я говорю про себя если я рекрутирую на бизнес и рассказываю людям о возможности компании в плане успеха в путешествиях авто программе то когда в чате появляется 10 видео там про помаду про крем про то про это если на данный момент мне это не актуально я не пойду смотреть это видео я просто знаю что есть такие люди которые надо но мне не надо я пойду и буду смотреть а вдруг будет мне там чем-то полезным не будет вдруг это полезным если вы запускаете в свою голову все подряд то есть если вам сейчас нужно разобраться с каким-то продуктом да вы идите разберитесь если вас для вас сейчас приоритете рекрутинг значит смотрите информацию по рекрутированию смотрите по работе с раздражением смотрите по рекрутированию там в какой-то соцсети или каким-то там методом и развивайте вот это а не знать все о 35 помадах о 35 сумках которые есть понимаете то есть вы должны фильтровать что вы смотрите и что оседает в вашей голове вы успеете просмотреть по рассумку может быть если она вам нужна будет вы можете пересылать эту информацию например свои групповые чаты как это делаю я ну например если мне не нужна сейчас помада то я просто видео перешлю для своих людей кому нужна эта помада но я не пойду его смотреть сейчас потому что оно займет мое время мои мысли и мне в рекрутинге это не поможет ну это мои такие рекомендации и я буду как раз заканчивать я уложу свои 30 минут всегда помните что настроение у вас внутри не снаружи вы сами создаете свое настроение и вы реально можете не знать на что вы способны я скажу о себе я никогда не думала и не знала что я могу добиться такого результата в рефлей стать бриллиантным директором и я никогда бы не поверила если бы мне кто-то в начале моего пути сказал я бы в жизни не поверила что это будет мой случай и главная энергия потому что если у вас нет энергии у вас ничего не получится если у вас плохое настроение постоянно у вас ничего не получится потому что люди это чувствуют даже через интернет про оффлайн и общение говорю на это само собой даже через интернет я знаю по себе если у меня хороший настрой если я сконцентрирована на рекрутинге ко мне приходят просто бомбовые люди просто если у меня плохое настроение если я как бы психологически нехорошо мне ко мне либо вообще не приходят люди либо приходят такие которые вообще без толку ничего толкового не будет и через год сто процентов будут люди которые в период вот этой всей ситуации сделают новые звания и построят огромные команды и будут те кто решит что во время кризиса рост невозможен и потеряют то что имели либо не приобретут то что могли бы и про книгу подсознание может все я вам уже сказала запишите себе кто не читал Джон Кихо обязательно прочитайте потому что негативные мысли и негативные установки в нас обычно их намного больше чем позитивных и если вы их не будете выгонять из своей жизни из своей головы то никто за вас это не сделает и я думаю что многие из вас знают Брайана Трейси у нас в команде есть такая традиция есть у него такое видео техника 10 целей кто-то видел поставьте в люсик либо минус если нет и мы в команде практикуем уже не первый год можете просто в ютубе написать техника 10 целей Брайан Трейси что мы делаем по этой технике мы каждый день стараемся с утра в команде пишем 10 целей и я прямо приготовила я вам покажу видите у меня есть такой блокнот это уже следующий блокнот один у меня уже толстый закончился в этом блокноте я и вся команда мы каждый день пишем по 10 своих целей и я не буду сейчас много об этом рассказывать вам просто нужно посмотреть это видео там где Брайан Трейси сам об этом говорит это действительно работает я вам расскажу такую пока у меня еще есть 3 минуты я в принципе закончила расскажу такую историю ну моя команда вся конечно это знает но те кто не моя команда вы этого не знаете кто пару лет уже в Reflame тот знает что в прошлом году у нас была бриллиантовая исполнительная конференция в Австралии это такая история которую просто невозможно не рассказывать для тех кто скептически настроен там вот это психологическому настрою то что визуализация работает то что подсознание помогает то что это все притягивается рассказываю вам настоящую историю когда я шла на квалификацию в Австралию у меня были шансы квалифицироваться но мне не хватило за год 3 группы чтобы самой квалифицироваться когда уже квалификация закончилась в 12 каталоге какой там это был год я уже не помню но я очень хотела в Австралию я даже себе тогда купила пазлы с Сиднея оперным театром Сиднея они у меня были собраны и они у меня вот здесь над ноутбуком висела у меня картина с оперным театром Сиднея и даже когда квалификация закончилась я поняла что я не попадаю я эту картину не снимала и я каждый день в своем блокноте писала я в январе какой там был год 19-й лечу в Австралию на бриллиантовую конференцию ну и как вы знаете я там была так случилось что мой спонсор мой наставник Анна Черна взяла меня с собой спутником кто мог подумать когда я поняла что я не квалифицировалась ну если так думать зачем писать дальше если уже все уже нет вариантов я даже не ну то есть я не представляла что такое может быть но настолько я хотела попасть в Австралию что я просто продолжала по этой технике писать каждый день строчку что в 2019 году в январе я лечу в Австралию на бриллиантовую конференцию орифлейм хотите верьте хотите не верьте таких случаев так много и у девчонки в моей команде они тоже делятся своими историями как он был пример девочка не было никаких предпосылок к покупке квартиры но она писала это каждый день и каким-то образом обстоятельства сложились так что она купила квартиру это это такие вот самые такие глобальные примеры а маленьких их очень очень много это действительно работает но в это нужно верить то есть если вы будете просто писать но в это не верить это вам не поможет книга называется подсознание может все автор джон кихо а видео называется техника 10 целей брайан трейси ну у него там много из разных видео и книг но именно вот это видео техника 10 целей так а да вот у меня кстати в инстаграме пишет еще один пример с лена спасибо с поездкой на ибицу есть у меня в команде лена смирнова она когда у нас была менеджерская вечеринка на ибице вот это в 19 году она не квалифицировалась по определенным причинам но она потом на аккаунте oriflame когда был розыгрыш билетов на ибицу там было по моему три билета из всех участвующих и лена получила свой билет выиграла вот да потому что у нас команде эта техника в обязательном порядке ну в принципе все я как раз 30 минут как собиралась так и уложилась надеюсь информация была вам полезна запись я тоже сделала я загружу и вам ее сброшу всем спасибо за внимание и будьте здоровы спасибо 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 посмотрим что Продолжение следует...